Всем привет! Сейчас вечер, не обращайте внимания на мою прическу, я не знаю, что мне с ней сделать. Сегодня такая жара, 35 градусов, ну, ощущается как 35, вроде бы как 32, и мы весь день просидели дома, а ближе к вечеру уже решили поехать Алису повезти туда, гулять к её друзьям, во двор. Ну и, в общем, так и случилась вся эта история. Алиса там погуляла с друзьями, очень хорошо погуляла, их очень много было, она очень веселилась, бегала с ними, у меня снимать сил вообще не было, я решила, не, мы идём гулять сегодня без камеры. Ну, можно же иногда гулять и без камеры, правильно? Хотя были очень милые моменты, которые было бы классно оставить себе на память, но так жарко, так плохо от этой жары, что хотелось просто посидеть спокойно. И моя кума Люда тоже присоединилась к нам, она пришла с Дашенькой, с маленькой Дашей на площадку, Даша тоже гуляла, и потом мы поехали домой, их тоже подвозили. И в итоге мы едем, уже подъезжаем к своему дому, и видим трёх малюсеньких котяток, которые вылезли из-под забора. Мы остановились, вышли и стали на них смотреть. Они оказались настолько маленькими, что я вот на них смотрю и понимаю, что у Миры примерно такие же котята. Я думала, что у них там под забором, где-то кошка мама, они просто вылезли, а потом пришла женщина, которая начала их кормить, и она сказала, этих котяток подкинули. Причём, говорит, утром их ещё было четверо, то есть было два рыженьких, а сейчас один рыженький куда-то пропал, и она переживает, не случилось ли что-то с ним. Но такие маленькие котята без мамы, это, конечно, большая вероятность, что может что-то случиться, они ещё глупенькие, им ещё надо, чтобы их кошка мама учила повадкам, там, как себя защитить, как спрятаться и так далее, не совсем малыши. Всем привет! Смотрите, кого мы тут встретили. Вот такие чудесные три котика, по виду им где-то по месяцу, и они ничьи. Может, кому-то надо? Пишите. Такие хорошенькие. Я кого-то слышала, Катя. Где-то вроде, да, мяукает далеко. А где же их мама? Я слышала. Я слышала, Катя, им, наверное, холодно. Да какой холодно, жара такая. Надо, чтобы их кто-то себе домой забрал. В общем, вот таких мы встретили котяток. Да. Посмотрим. Мой, мальчик, мальчик, мальчик. Я всегда хотела вот такого чёрно-белого себе. Но у нас так много уже кошек и котов, что девочка. Ну, мы посмотрели на них и пошли домой. Наш дом через один дом от котяток. Оставили их с этой женщиной, которая их кормила. Прихожу я домой и говорю, Надь, представляешь, тут недалеко от нас подкинули трое котят. Там один рыженький есть такой красивый. А Надя мне сразу говорит, рыженький? Ой, всё, я его заберу. Пошли, я его маме отвезу. Ну, и мы с Надей пошли. Рассказала Наде про котят. Идём на рыжего смотреть. Пошли. Идём, идём. Пойдём. Их совсем рядом с нами подкинули. Через один дом. Тут такие бурены повырастали. В рост человека. Выше, чем Алиса. Да. Вон они ходят, видишь, под заборчиком лапки. Вот рыжий сидит. Ты можешь его вытащить. Смотри, какой он манисенький. Ты красивый. О, так и на нихся так. Больф, тут если хлопать. Давай, ты ничего не узнаешь. Тут ничего не узнаешь. Он на батона похож. Ты здесь хлопать лебедь, да? О, дядя, черно-белая маленькая девочка. Давай её тоже возьмём. Ну, а что же мы её себе заберём? Куда нам? У нас так много. Мире бы её подкинуть. А ты поедешь. Там у меня такого твоего возлеста есть, маленький. Ну, а если мы заберём черно-белую, то серая останется одна. И что она одна будет делать? Ей будет страшно. Где она? Я даже маме не звонила, не спрашивала. Я уже в неё не спрашиваю, надо или нет. Дядя, боись, не бейся. Не бейся. Ой, комары кушают. Что возьмёшь? Тоже так подбросить. Да-да. Представь, они вылезают, тут машины ездят. Страшно же они. А что делать? Повезу бабушке люди в село. Это черно-белая прям с нами хочет. И я бы хотела. Пишу, я тебя отсюда заберу. Давай ты всех возьмёшь. Да нет, всех это очень много будет. Меня бабушка просто домой не пустит. Я бы, честно, если бы она одна сейчас оставалась, я бы её забрала. Но серенькую одну бросить, это нехорошо. Ну да, Тану, куда тебе? А те двое? А что с твоим рыжим делать? Ну, он не дуже и рыжий. Он уже белеет и белеет. Заберут. Они красивые. Ну, он такой маленький. Посмотри, какой он маленький. Ему реально месяц. Просто. Это капец такого выкинуть. Всё, поедите в селёном его коте? Да. Да? Ну вот, одного малютку спасли. Во всяком случае, из трёх. Мамка ж так любит котов рыжих. Это её любовь. Чёрных любит и рыжих. А я вот таких чёрно-белых люблю. Ну, чёрные тебе уже подбросили. У меня такой нет ни одной. Чёрно-белые, у меня нет ни одной. Я говорю, тебе чёрного подбросили уже. Я с собой привезу. А вот серый похож на твоего Бина. Да, похожий. Я сразу же заметила. Такие маленькие. Смотри, играться бегут. Кто-то заберёт. Играться бегут. Может, ещё кто-то заберёт. Бузи, какие маленькие. А что лишь бы машина не задавила? Тут же дорога. Ну да. И тут такие фуры ездят. Они же их даже не заметят. Да, тем более, я понимаю, что ещё шпаты. Мальчик, может, она просто... Может, они чьи-то и вот эта мамочка... Не, не. Не, подбросили. Приходила женщина кормить и сказала, что их подбросили. Алис, не трогай их. Стою я с Алиской. Понимаю, что вот Надя сейчас уносит этого котёнка на руках. Эти двое сидят, к нам тянутся. Выходят на эту дорогу. Алиса стоит, чуть не плачет. Я стою, я просто понимаю, что не могу их там оставить. Это как дети маленькие. Ну как можно маленьких детей бросить в опасности? Понимаете? Всё. Я понимаю, что я уже без них не уйду домой. И даже перед ребёнком своим я не могу так поступить. Я не могу, когда она на меня смотрит. Мама, давай им поможем. Давай что-то сделаем. Не могу развернуться и бросить их в беде. Это будет неправильным примером. Ну как бы, я не хочу, чтобы она чёрстым человеком выросла. Ложи мне в бед. У меня слов нет. Лена, домой пустят? Уже нет выбора. Лови, не пугай его, потихоньку. А если их машина забьет? Ну как их оставить? Не знаю. Такие маленькие. И всё. Забирал их. Несут девчата до дома. Ну как? Ну его жалко. Я не знаю. Мы сейчас их вымоем от блох. И попробуем в мире их подложить. А вдруг примет? Не, не примет. Почему? Они такие малюсенькие. Да, а муж и примет. Они такие же малюсенькие, как её дочь. Может, этот до четверга с вами поживёт? Ай, царапает. Мама, я не мою. В тазике. В тазике. Ай, тихо-тихо-тихо-тихо. Боится. Боится воды. Так, ну что? Костя ничего не знает про наших подкидышей, что мы их забрали. А я не смогла их там на ночь оставить. Машины их видеть не будут. Они на дорогу вылазят. Вдруг погибнут. Жалко таких малышей. Я их попробую кому-то пристроить. Ах, он не мог. Да, мы сейчас будем купаться. Я набрала им тазик тёпленький. Опа, первый пошёл. Ага, не хочет купаться. Не хочет купаться. Ну надо, надо. У тебя обложки могут быть. Да, у тебя вон две обложки. Давай, аккуратненько, потихонечко. Сейчас мы потихоньку будем купаться. Под ним наукает, смотри, ещё послушный. Слушается. Молодец. Ты умная девочка. Да. Ты девочка. Что, и ты хочешь, крестрички? Давай. Всё. Котята, котята уже в ванночке. Ну, в тазике. Котята уже в тазике. И вот девочка уже купается. Да, пузо наело огромное. Сейчас треснет. Не треснет. Просто очень большой. Много корма слишком съела. Девочка очень много покушает. Всё. Первую девочку мы измочили. А кошачьим шампунем будем. Да, да. Сейчас я их намочу обоих. Теперь мы мочим мальчик. А не факт, что это мальчик. Может быть, это тоже девочка. Да, может быть, это тоже девочка. Какие послушники. Смотри, даже не мяукают. Да. Даже не мяукают. Молодцы такие, такие умные. Молодец. Вот. Моем и моем. Так, чтобы в ушки не попало. Так, теперь шампунчик. Да, теперь мы будем их сечать. Шампунем. Вы определяете на другое? Не-не-не, пусть так и будет. Просто я сейчас их туда посажу. В общем, у меня за, за то, чтобы их забрать, было гораздо более, чем против. Самый первый против это Костя. Я понимала, что когда мы с ними придем домой, тут ужас, что будет. Мне будет скандал от Кости. Но я решила, что мы их выкупаем от Блох и попробуем подсадить к Мириным. А вдруг Мира их примет? И если Мира их примет, то Костя не обязательно сразу их говорит. Пускай себе там у Мира немножко полежат. А там со временем, может быть, они чуть-чуть подрастут. Я их пораздаю. Вообще Костя мог бы и не заметить, что они у нас есть. Но Алиска тут же проболталась. Она пошла к нему, говорит, мама, папа, мы что-то сделали, только не ругай нас. И, в общем, она потом пришла ко мне и говорит, мама, ну можно ему расскажу? Я говорю, если ты расскажешь, он их сейчас выкинет туда-обратно. Ну, хотя он, скорее всего, бы этого не сделал, но тем не менее, мало ли. Она пошла к нему обратно, потом приходит ко мне и говорит, мама, папа сам догадался, извини. Я говорю, ну что извини, говорю. Ну, теперь, говорю, я не знаю, что он сделает. А в итоге Костя мне сказал, дурью майтесь, даже не хочу разговаривать. Ну, в общем-то, не кричала, котят не выкинула уже хоть что-то. Мы решили попробовать дать котяток Мире. Она их приняла, она прямо на них ложит головку. Они мяукали, она бегала, волновалась, и она прямо их за своих приняла, прямо сразу. Вот я их помыла, у них запах смылся, который на них был. И Надя думает к ней и Рыженького подкинуть пока что, потому что ему одному страшно. А Мирины вон там играются, в дырку залазят за диван. Играются себе. А она лежит с этими в обнимку, представляете? С подкидышами. Всё, твои дети, да? Хоть и чёрные, но твои. Да? И это твои. Будет, так уткнулся в Мирочку, селенький. Миленький, прям не могу. Правильно мы сделали, что их забрали. Жалко малышей. Совсем маленькие, правда, под машину легко могли попасть. Магоднись, я уже разы вырубила. Всё, и ты помылся? Да. Да, Роза купался. Вымыла? Да. Три Розы купила его. Блок, ну много было. Да, да, и у них тоже. Идём к мамочке. Боже, не пься. Я ещё их и добила. Животни? Ну, у меня пока они. Так, Мируся, ещё один тебе подкидыш. Смотри, сразу его облизывать. Что, серьёзно? Да. Вот это супермама. Боже, как ты мама хорошая. Она их пятерых выкормит вообще. Боже мой, всё, они уже все к ней, её слушают. Смотри. Смотрят ей в глаза. Как пица, Лёня вылизывает. Как ты вовшоке. Были элитными себе, сами жили. Чужих детей не бывает. А может, Лёня, ещё, видишь, мы же сразу взяли и покупали. То есть запаха нет. Да, 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 да. Вот. Так и есть. Как пица, Лёня вылезает. Она своих бросила, а этими занимается. И они уже все к ней подлезли, видишь? Сначала боялись, а теперь... Ты бы видела глаза своей мамы, когда мы Рыжего уносим, а эти двое остаются. Я думала, она останется около них там. Не, она их с собой забрала. Места там мало. Ты бы видела глаза Костя. Он, по-моему, со мной не разговаривает. Ему взяла, Алиса и рассказала. Могла бы не говорить, они бы тебе себе тут у мира и лежали, да и всё. А мама говорит, вот у чёрного подкидыш, что подбросили. Говорит, сажусь, он, говорит, выпрыгивает мне на колено и, говорит, вот так лапы свешивает. Смотри. Вот так вот. И, говорит, и спит. Смотри. Боже, какая ты мамочка. Вообще, я в шоке. Алион. А то на неё порыкивает чёрно-белое. Она ещё не привыкла. Да, ещё она. А вот серенькая сразу, видишь? Или девочка, или мальчик. Мира! Смотри, это такая мама. Сразу к ней. А сейчас кто рычит? Рыжий, что ли? По-моему, это уже её родной вот тут, наполовину рыжий. А, может быть. А, заберай его. На второго рыжего. Семейство. Семейство. Не скучно будет. Закрывай. Пускай привыкают. К рыжику. Продолжение следует... Спасибо.